В Москве автомобилистов и пешеходов предупреждают о гололёде. По прогнозу, ситуация на дорогах в выходные будет сложной, особенно в утренние часы. В столичной автоинспекции просят водители быть предельно внимательными. Подробный прогноз погоды представит наш дежурный синоптик Людмила Паршина. Людмила, добрый вечер. Холодный антициклон, который определял погоду во многих областях России, смещается на восток, где ожидается потепление. Добрый вечер, Екатерина. За счет продвижения атмосферного фронта с юга характер погоды уже начал меняться в Повожье в Центральной России. И в выходные дни пройдут небольшие дожди. В севернее Москвы мокрый снег. В Рязанской области при потеплении гололёд возможен. В Костромской области ветер до 15 метров в секунду. И практически везде будут свойственны осень и ночные и утренние туманы. В субботу днём плюс 2, плюс 7. На востоке не выше нуля, на юго-западе до плюс 10 градусов. В воскресный день погода такая же. Сырая и пасмурная, с небольшими осадками. В Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях пройдут умеренные осадки. Ночью 0, плюс 5, днём почти так же. 2,7 тепла. На юге центрального округа до плюс 10. На северо-западе на погоду окажет влияние атлантический циклон, который сегодня ещё у берегов Скандинавии. Ожидаются небольшие дожди. В воскресенье возможен мокрый снег. Но пока ещё тепло. На оба дня до плюс 10 градусов. В Карелии до плюс 8 и тоже дождливо. В Калининградской области с погодой повезёт. В субботу без осадков. В воскресенье дождь небольшой. И температура повысится до плюс 14. А вот два циклона, двигаясь один по направлению к Поволжью, а другой вдоль побережья Баренцева моря, принесут целую серию атмосферных фронтов. От Мурманска до Амдормы дождь и мокрый снег. Ветрено, особенно на побережье Ненецкого округа. Порывы до 20 метров в секунду. Днём температура в основном плюсовая. 1,6 в Архангельской и Вологодской областях. Плюс 3,9 на Кольском полуострове. И только в Ненецком округе и Коми погода напомнит о приближении зимы. Там и осадки уже больше со снегом. Днём минус 3, плюс 2 градуса. Хотя ночью при облачной погоде мороз небольшой, до минус 5. В среднем Поволжье и в субботу и в воскресенье будут идти сильные осадки из мокрого снега. Гололёд и ветер 15-20 метров в секунду. Но при этом потеплеет. К воскресенью на пару градусов до 7. На севере Поволжье такая же погода. Возможно, метель немного прохладнее. От минус 1 до плюс 6 градусов. И резкое ухудшение погоды на юге России. Обещают ливни и шквалистый ветер. Уровень воды в реках может подняться на 70 сантиметров. Какие районы в зоне риска? На Северном Кавказе сильные дожди, включая Черноморское побережье, где они будут очень сильными. Возможно, выпадет почти месячная норма осадков. Ветрено в районе Новороссийска. В субботу порывы северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду. Высота волн до 2,5 метров. На два дня здесь действует штормовое предупреждение. Температура около плюс 10 градусов. На Кубани, в районе Сочи до 21. В Крыму поспокойнее. Ветер не сильнее 15 метров в секунду. Местами дождь. Днём 8-14 градусов. В Петербурге дождливые выходные. По ночам 3-6 градусов. Днём 7-9. В Москве выходные. Возможно, небольшие осадки. Ночью в субботу 0,2. На дорогах местами гололедица. Днём 5-7 тепла. В воскресенье ночью плюс 2-4. А днём около 5 градусов выше нуля. Спасибо. Прогноз представила наш дежурный синоптик Людмила Паршина.